Здравствуйте, друзья! Я сегодня хотел поделиться текстом из Священного Писания, который записан в книге Откровения, 22 глава, 13 стих. Иисус Христос говорит «Я есмь альфа и омега, начало и конец, первый и последний». Вот такие интересные слова. Друзья, почему именно этот стих я хотел прочитать и порассуждать? Многие люди сейчас вроде бы верят в Иисуса Христа. И они говорят, они его называют Иешуа, так более правильно. Они говорят, что он пророк, что он мессия, что он сын Божий. Но почему-то они не хотят поверить, что он первый и последний. Обратите внимание, именно здесь говорится, сам Иисус Христос говорит о себе «Я первый и последний». Это последняя книга в Библии, это последняя глава в последней книге в Библии. «Я первый и последний». Кстати, в первой главе этой же книги также говорится следующее слово «Я есмь альфа и омега, начало и конец». Говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Есть, был и грядет Вседержитель. А кто же это грядет? Грядет Иисус Христос. Именно Он является Вседержителем. А почему тогда Он первый? Почему Он о себе говорит «Я есмь первый, я есмь последний». Когда вы стояли в очереди или я стоял в очереди, то первый – это, ну понятно, тот, кто стоит впереди. А последний мы подходим. Кто последний? Вот человек стоит последний, значит, он последний. Иисус Христос является первым, и Он является последним. Почему-то некоторые люди считают, что Иисус Христос – второй. Первым был и есть Бог Отец, а второй – Иисус Христос. Некоторые люди даже считают, что Иисуса Христа Бог Отец сотворил. Но этого нету в Библии. Иисус Христос является первым. Что означает «первый»? Первый означает именно первый. Когда мы смотрим книгу Исаии, 41 глава, 4 стих, Бог говорит такие слова «Я Господь первый, и в последних – Я тоже». Видите, авторство тех слов, которые относятся, или те слова, которые говорит Бог Отец, то же самое авторство относится к Богу Сыну. Как Бог Отец является первым и последним, так и Бог Сын является первым и последним. Поэтому Иоанн очень четко пишет, и когда он начинает свое послание, он начинает, говорит, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово было Бог. Это для тех людей, которые думают, что Иисус Христос был или ангелом, или первым творением. Он есть Бог. Когда Иоанн писал свое послание, то для того, чтобы люди могли понять, для того, чтобы люди могли поверить, он использует следующие слова. Когда он пишет свое послание, давайте мы обратим внимание, последняя глава первого послания Иоанна. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная. Иисус Христос является Богом. Он не был вторым, Он никогда не будет вторым, потому что Он первый. Он сущий от начала. Он сущий от начала. Как Бог Отец вечный, так и Иисус Христос является вечным. Друзья, Иисус Христос является Богом. Иисус Христос есть наш Бог. Он один с Отцом. Друзья, знайте, верьте, помните, что Иисус Христос истинный Бог, так говорит Слово Божие. И мы не можем, не имеем права спорить, но только быть послушными этому слову. Да благословит Господь всех нас в этом. Аминь.